Подарить немного радости в новогодние праздники самым обездоленным. С этой целью представители двух молодежных организаций, любители автомобилисты Е30 Комьюнити и Урбан Спирит, почитатели хип-хоп культуры, решили накануне отправиться в Ханчешты, в школу-интернат. Книжки, альбомы для рисования, кроссовки – такие простые, но необходимые вещи. Даже игрушек не попросили у Деда Мороза, которому писали письма. Уже сейчас они привыкли, что не могут позволить себе роскошь, мечтать о чем-то несбыточном. Разве только одно – самое заветное желание неизменно загадывают каждый Новый год. У нее мама за границей, и она написала в письме, что хочет, чтобы Дед Мороз вернул ей маму. А где именно мама? Израиль. Она там работает? Да. Лишь на мгновение грусть в глазах. И сразу любопытство и радость при встрече с гостями, которые приехали не только с подарками, но и с живым выступлением. И хоть с концертами в интернат приезжают не первый раз, брейкдэнс – зрелище захватывающее. Они смотрели друг на друга со взаимным интересом. Те, кто наблюдал из зала, и те, кто был на сцене. Заметное оживление, улыбки и восхищение на детских лицах. Значит, ребята из молодежных организаций затеяли все не напрасно. Но когда еще и можно было получить живой урок у профессионалов, эмоциям маленьких танцоров не было границ. Им очень понравилось выступление. Вы видели, с каким удовольствием они сами танцевали, как они были рады включиться в представление, как хлопали. Они впервые увидели вживую брейкданс. На самом деле, как-то совместно получилось. Ребята с E-30 комьюнити хотели организовать что-то такое. И мы, в свою очередь, хотели. А так как мы знакомы друг с другом, то как-то решили вместе, и получилось очень круто. Они очень благодарны. У них блеск в глазах. И лично подходят и говорят, мол, сумим. Учителя интернат-школы в Ханчештах всем сердцем пытаются создать своим воспитанникам уютную и теплую обстановку, хоть отдаленно напоминающую домашнюю. Желающих помочь интернату немного, но они все же есть. Благодаря им у ребят появилась компьютерная лаборатория, игровая площадка. А зимой можно и на санках покататься. Многого не хватает в школе. Например, капитальный ремонт не помешает. Но больше всего им не хватает внимания и общения. И каждый раз, услышав звук подъезжающего автомобиля, они будут с нетерпением заглядывать в окна, надеясь хотя бы на маленькие радости, которые в состоянии подарить каждой из нас.